Всем привет-привет! Всем отличной пятницы! Сегодня мы с вами будем делать расклад, название которого вы уже видели. Называется он «Если мы учимся на своих ошибках, то почему мы боимся их совершать?» Вопрос философский, как я уже говорю неоднократно, темы к раскладам я беру как раз-таки из вопросов в контексте самопознания, философии, еще на разных психологических сайтах. И поэтому сегодня мне захотелось сделать такой расклад, сразу скажу, расклад на одну позицию. Для залетных птичек, кто не в теме, объясняю. Расклад на одну позицию, в данном случае, в другом случае может быть какой-то другой смысл. Но смысл вот этого расклада, почему он на одну позицию, а не на две, на три? Потому что, первое, это демо-вариант, то есть если вам не откликается, но вы все же хотите разобраться, у вас есть возможность прийти на индивидуальную консультацию. И я сделаю такой расклад именно для вас. Варианты индивидуальной консультации есть часовая, где есть шесть вопросов. Получасовая консультация, там где есть три вопроса. То есть вопросы вы можете брать из сегодняшнего расклада. Либо один вопрос и одно уточнение. Это блиц-консультация, которая будет сегодня, кстати, проходить на свободную тему. В разделе сообщества можете прочитать всю необходимую информацию. То есть переходите на основную страницу моего канала, нажимаете во вкладке сообщества, и там будет последний пост. Вот для нового поста я объясняю, что и как нужно сделать, чтобы прийти на блиц-консультацию и получить ответ на один ваш вопрос в любую тему. То есть сегодня, если будет что-то для вас интересное, вы захотите разобраться с этим, да, конечно же, вот в течение 15 минут я вам смогу ответить индивидуально. И это всем по карману. То есть если кто-то говорит о том, что ну расклады индивидуальные, они очень дорогие, я не могу прийти, окей, есть на, как говорится, на разный вкус. С другой стороны, есть люди, которые говорят, а зачем мне нужен индивидуальный расклад, когда меня устраивает общий. Ну окей, устраивает, устраивает, но это общий, это не лично вам. То есть если все-таки что-то откликается, либо в большей степени откликается, то это прекрасно, да, но помните, что это все же не для вас. Особенно это касается даже скорее всего не столько моего канала, сколько других каналов, где делают расклады на предсказательный, да, такой вариант по поводу личной жизни, когда вы встретите своего спутника, там своего мужа или еще что-то, вот, и вы все его никак не можете встретить, хотя расклады там благоволят и говорят, что вот, завтра, посезавтра уже скоро, в течение полугода, год вы встретите. Причина заключается в том, что это общий расклад. Да, они могут откликаться, особенно если это сигнификация. Вот, что-то вы можете узнавать о себе, но предсказательная система, она в принципе очень сложная. Вот, и как бы меня не убеждали, не переубеждали, не работает так просто предсказание на будущее, тем более, когда это общий расклад. Вот, поэтому задумайтесь на тему индивидуального расклада. Вот, и если будет интересно, приходите. Вот, а сегодня еще раз повторюсь, кому-то я могу надоедать тем, что я говорю, но, как ни странно, когда я читаю какие-то комментарии, я обращаю внимание на то, что я это упоминала, я про это говорила. Почему человек не услышал, здесь я, ну вот, не могу ответить на этот вопрос, почему у человека невнимательность, либо проходит как-то мимо ушей. Еще раз скажу, это демо-версия, то есть когда расклад на одну позицию, да еще и общий. Вот, а это демо-версия. То есть если вам интересно, придете на индивидуальный. Хотя в принципе общий тоже может отыграться. Как это работает? Я открываю энергетическое поле, на тему заявленную расклада притягиваются люди с энергиями, которые созвучны данной теме, и поэтому она может отыгрываться достаточно большому количеству людей. Плюс ко всему, какие-то моменты, да, сценарии, уроки, они схожи. Я не могу сказать, что все прямо у всех одинаково, да, но есть определенная какая-то схожесть. Особенно если это, например, ну это выражается очень ярко, например, в менталитете, да. То есть менталитет каждой страны, вот, и можно, конечно же, посмотреть, сколько людей живет, да, какое население каждой страны. И при этом есть схожие какие-то взгляды, понятия, традиции, да, потому что вот воспитывается в определенном обществе. И есть влияние очень сильное этого общества, поэтому многие моменты будут созвучены. Но если, например, вы переедете в другую страну, то какие-то моменты вам будут прям очень кардинально отличаться, да, потому что там другой менталитет. То есть, проще говоря, у каждой страны есть свой эгрегор, у каждой страны есть свое энергетическое поле, информационное поле, и она может быть несозвучна. Но это такие нюансы, сейчас нам не об этом. Смысл, для чего я сделала этот расклад и эту тему? Сделала для того, чтобы, не то чтобы, скорее всего, пойду путем от обратного, чтобы вы писали созвучно мне или не созвучно, я делаю такие расклады больше на подумать. То есть, в последнее время я пересмотрела как-то свою позицию, да, касательно раскладов, и для меня не стоит уже вопрос, насколько вам расклад созвучен или не созвучен. Имейте это тоже в виду, потому что, когда меняются мои энергии, да, те энергетические волны посылы, через которые я транслирую информацию, да, то они могут вам уже не откликаться. Но задача так или иначе данного расклада заключается в том, чтобы вы подумали. То есть, если даже не откликается расклад, сама тематика, она предполагает у меня на канале, да, то есть, когда я что-то говорю, я всегда говорю про свой канал. Почему? Потому что он отличается и по тематике, и по энергетике, по многим моментам отличается. У других, как это, чужой монастырь, чужой устав. На других каналах может быть по-другому, другие устои, другие уставы. У меня задача стоит, поскольку это канал самопознания, задуматься, да, заставить вас, заставить некрасивое слово, сподвигнуть вас к тому, чтобы вы задумались. И главный ключевой вопрос сегодняшнего расклада, именно задуматься над тем, что если мы учимся, как говорят на своих ошибках, а учимся мы или нет, это мы посмотрим, и действительно ли мы учимся, действительно ли это так, то почему мы боимся совершать ошибки? Почему мы боимся сделать первый шаг? Почему есть страх? Страх – это ограничение. И получается, если есть страх, да, то мы в него не идем, значит, мы не совершаем ошибки, и как следствие, чисто логически, получается, что мы ничему не учимся. Так ли это? То есть, опять же таки, забывая расклад, вы можете просто выключить, сесть и подумать над этим вопросом. Потому что вопрос действительно очень интересный к рассуждению, к размышлению. Вот, поэтому я и делаю его на одну позицию, чтобы вы задумались над этим вопросом, над теми вопросами, которые будут озвучены. Их сегодня будет четыре в данном раскладе. И на всякий случай, скажу, кто приобретал у меня дневник раскладов, я говорила о том, что там есть два формата. PDF-формат, где вы можете распечатать и держать его как для себя, как некий такой блокнот, да, для записей с раскладами. Но он не пополняется. Вот как было изначально, я его создала, на сколько раскладов, да, настолько он остается. И второй формат, это формат Word, документа. И там я постоянно пополняю расклады. То есть, те расклады, которые я делаю на своем канале, с названиями, с вопросами, если есть такие, да, то я постоянно пополняю. И у вас есть возможность, да, кто приобрел дневник раскладов, этот расклад и другие, которые уже были, тоже просматривать периодически, заглядывая туда и просматривать, потому что я пополняю свой дневник. То есть, он не остается статичным. И для информации могу сказать, что, я посмотрю, сколько здесь, 34 страницы. Вот 34 страницы Word, да, документа, расклад, раскладов в этом дневнике раскладов. То есть, там уже больше 100 раскладов, это точно. Вот. Особенно, если вы, допустим, начинающий, таролог, и не знаете, как, ну, придумать какую-нибудь тему, да, либо вопросы. Либо просто, кстати, да, для размышлений, вы можете купить дневник раскладов не для того, чтобы делать расклады таролог, а для того, чтобы просто брать вопросы, которые там написаны, и, может быть, ввести свой дневник размышлений, да, отвечать в письменном виде на вопросы, может быть, просто подумать. То есть, это помогает, расширяет, во-первых, ваше сознание, потому что там вопросы нет, как это сказать, не те, которые мы обычно сами себе задаем в течение дня. Это вопросы больше на подумать. С другой стороны, кто-то может сказать, зачем нам эта философия нужна, зачем нам нужно думать. Вот дело в том, что чем больше мы тренируем свой мозг, чем больше мы расширяем свое сознание, тем вероятнее в большей степени, что деменция не наступит именно у вас. Я не врач, не могу сказать 100%, что так будет, но точно знаю, что люди, которые используют свой мозг до конца своих дней, и не тупят, а именно действительно используют, размышляют, создают новые нейронные связи. Это те люди, которые в старости находятся в здравом рассудке. Если вы хотите, так же, как и я, как говорится, умереть здоровым человеком, а у меня именно такая цель, в здоровом теле и в здоровом духе, просто тогда, когда придет мое время, неважно по какой причине, будь то это несчастный случай, либо последний издыхание, мне это абсолютно все равно. Главное, чтобы было здоровое тело, был здоровый мозг, чтобы и то, и другое работало, и я до последних дней своей жизни, чтобы я наслаждалась именно жизнью. Вот это вот моя цель, не знаю, как у вас. Вот включайте свои мозги, потому что мы живем в сложное время, когда люди тупеют, ну реально тупеют, и это не говорит о том, что люди, с одной стороны, да, есть доля вины, а с другой стороны, мир технологик и всего доступного, что мы живем, как это сказать, способствует тому, что наш мозг атрофируется, потому что он уже не содержит столько информации, сколько это было некоторое время назад. И вы это можете сами прекрасно проверить на себе, что раньше, например, телефонная книжка была в вашей голове, вы помнили абсолютно все номера телефонов. С самого момента, как появились мобильные телефоны и куча всяких гаджетов, мы даже свой иногда телефон не можем вспомнить. И это тоже влияет очень сильно на нашу память и на многие другие моменты. Ну сейчас я про это говорить не буду, да, есть книги написанные на эту тему, тоже очень интересные, но мы реально тупеем. Поэтому моя задача, помимо самопознания, да, еще сподвигнуть вас к тому, чтобы вы начали размышлять. Нету задачи, чтобы вы стали философами, но как минимум, чтобы вы немножечко задумывались о тех вещах, о которых в обыденности люди не задумываются. Вот просто сесть и порассуждать. Это очень полезно. Это вот прям, как знаете, как для здоровья. Точно так же, как полезна ходьба, точно так же и полезно размышление. Вот. Это в принципе то, что я хотела сказать. Про близконсультации я сказала, что будет в разделе сообщества. Ну а мы с вами давайте приступим. Значит, тема. Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? Первый вопрос. Чем страшны нам ошибки? Смотрим, чем страшны? Почему мы их боимся? Потому что они создают кризис. Пятерка-пендакли. Потому что они создают сложные такие ситуации, где действительно человек вынужден работать. Где работать в каком контексте? Человек решать задачу. То есть человека ставят в такие условия, в котором ему дискомфортно. То есть, проще говоря, его вытаскивают из... Это мы про ошибки сейчас говорим. Почему они страшны? Потому что они заставляют человека выйти из его иллюзии, выйти из его привычного какого-то взгляда на ресурсы, на наш физический материальный план и заставляют его что-то изменить в себе. То есть прийти к более гармоничным каким-то моментам. Это с одной стороны. С другой стороны, кризисные моменты заставляют то, что говорят в принципе предприниматели. Когда наступает кризис, приходится шевелить своими мозгами и любые кризисные ситуации обращать к себе во благо. То есть есть люди, одна определенная категория людей, которые в кризисах ищут какие-то шансы и возможности для себя, а другая паникует и падает ниже плинтуса. То есть все зависит от восприятия человека. Пятерка пендакли достаточно сложный духовный урок, урок понимания, что такое материя и что такое духовность. Это не разные вещи, а это две стороны одной медали. Невозможен мир материальный без духовного. Но и духовный, вот у нас на Земле, без материального тоже невозможно. Это как две руки, правая и левая. Можно ли жить с одной рукой? В принципе, чисто теоретически, можно и без рук жить, но качество жизни от этого, конечно же, меняется. Поэтому, чем страшны ошибки? Тем, что они причиняют боль. Ментальную боль, я не могу сказать душевную, потому что, еще раз скажу, где-то я уже говорила, мне это как-то прокомментировали, душа не может болеть, потому что у души нету болеть и может, то есть понятие боли это физическое ощущение, а у души нету тела. Душа это отдельная, скажем, субстанция, у нее отдельная, другая природа. Она не может болеть, поэтому душа и воплощается в физическое тело, в материальном нашем мире, для того, чтобы что-то ощущать, для того, чтобы слышать, видеть, воспринимать жизнь через пять органов физического нашего восприятия. Поэтому ошибки, которых мы страшимся, они показывают нам нашу беспомощность. Почему? Потому что пятерка Пентакли указывает на то, что когда человек к чему-то привязывается в материальном мире, будь это одухотворенное, либо что-то недоходотворенное, и то и другое у него забирает, для того, чтобы человек осознал, что в этом мире он лишь странник. Его задача, как по Аркану Шута, получить какой-то определенный опыт, и двигаться дальше, не привязываться. Когда человек привязывается, это является, даже на тонком плане, неким таким предметом манипуляции, когда мы к чему-то либо кому-то привязываемся, через эту привязку, через этот канал нами могут управлять. Наша задача быть независимыми, как можно, как можно, потому что в нашем мире невозможно быть абсолютно свободным, потому что мы все между собой связаны, даже если мы это не видим и не осознаем. И здесь задача по возможности не привязываться в контексте чего? В контексте того, чтобы не ставить выше, как это правильно-то сказать, не то, чтобы выше себя, скажем так, выше Творца ничего. Каждый поймет под этим что-то свое. Но если говорить простым языком, нам ошибки страшны тем, что они нас опустошают. Пятерка Пендакли это карта нищеты. Будь то это нищета духовная, будь то это нищета моральная, либо это физическая, это очень дискомфортно. То есть вот за этой нищетой стоит некий такой дискомфорт. Но с одной стороны, опять же, таки скажу, это выход из нашего, даже не выход, а расширение нашему привычному, привычной зоне влияния, на что мы можем влиять. А с другой стороны, это огромный шанс и огромный потенциал. И будет зависеть только от нас, используем ли мы этот шанс, потенциал во благо для своего собственного развития, для того, чтобы пересмотреть, выйти из той иллюзорности, в которой мы находимся, которая когда-то была во благо, а сейчас уже нет. То есть она уже отжила, она уже дала свои какие-то плоды и нужно двигаться дальше, уже более реалистично. Это сложно, это очень-очень сложно, особенно, когда у тебя забирают людей, к которым ты привязался. И опять же таки, для кого-то это шанс увидеть, чему меня этот человек научил, что я от него получил и идти дальше на своем пути развития. А для кого-то это конец жизни в прямом смысле. В контексте чего? В контексте того, что человек ставит на себе крест и дальше у нас идет уже дооживание своих дней. И тем самым мы тратим те шансы, те возможности, ради которых мы воплощаемся. То есть это очень больно и очень прискорбно, когда человек настолько высоко ценит другого человека в своей жизни, то есть выше себя, выше... В каком контексте выше себя? В контексте того, что он лишает себя и свою душу тех возможностей и тех шансов, ради которых он пришел в это воплощение. Еще, чем страшны нам ошибки? Наверное, здесь не то, чтобы папа Жукубков это был страх, я бы сказала так, что это неумение, да, либо невозможность реализовать, как-то заземлить свои какие-то идеи. То есть мы не то, чтобы здесь папа Жукубков боимся ошибиться, ошибиться. Скорее мы боимся, что бы мы не понимаем, как те идеи, которые к нам приходят в голову, как мы их можем материализовать, да, в нашем мире, реализовать. с одной стороны. А если мы говорим все-таки в контексте страха, то папа Жукубков здесь страх какой-то вот душевной боли. Опять же таки скажу, это выражение, да, потому что еще раз упомяну, что душа не ощущает боли, потому что это субстанция иного порядка, но вот в простонародье мы привыкли, говорит, болит душа, что-то у меня болит внутри, томится моя душа. Вот здесь мы боимся какой-то душевной боли. Почему? Потому что опять же таки Пашкубков это некая такая незрелость, да, нашего состояния, восприятия, детское восприятие мира. И здесь вообще я вам ошибки скажу, забегая наперед и скажу, что здесь они как будто бы даны как раз таки для роста, для более зрелой психологической такой позиции и взгляда на жизнь, да, чтобы мы не топали ножкой, я хочу это, да, как маленький ребенок, и пускай это случится, потому что мне это надо, а когда не случается мне больно, и я плачу, вот, а подходить как-то более зрело к ситуации, да, то есть здесь уже вот по этим двум арканам видно, что нам нужно менять наше восприятие мира. Есть ли еще что-то, чем страшны нам наши ошибки помимо утрат. Здесь, знаете, как, шестерка пендаклей, да, это карта помощи, карта взаимодействия. Возможно, кто-то боится ошибок в контексте того, что как будто бы не будет вот в его, возможно, действиях либо желаниях поддержки, помощи, то есть вот в таком триплице, да, мы можем сказать, что здесь человек боится ошибиться. Почему? Потому что он ощущает свое одиночество, что у меня нет поддержки, у меня нет помощи, и я боюсь ошибиться, когда я один, потому что когда есть наставник, либо человек, с кем можно пройти какой-то опыт, то можно к нему обратиться, я получу поддержку, ну, то есть я не один, а когда ты полностью по жизни идешь один, ну, либо сталкиваешься с какими-то трудностями, задачами, которые надо решать, и у тебя нету помощи, да, ни от кого-то возникает вот это вот чувство как раз ки нищеты, я беспомощная, мне никто не может помочь, у меня нету денег, то есть акцент человек делает на восприятие мира через материю, через физический мир, он не осознает, что в большей степени человек это проявление души в материальном мире, да, то есть акцент здесь мы делаем не на физический план, он безусловно очень важен и значим, а акцент здесь должен идти на то, что наше внутреннее состояние, наше внутреннее восприятие, как в электронных играх, воссоздает ту реальность, в которой мы проживаем, и если в той реальности, да, это как во сне, если ту реальность, которую мы видим во сне, она нас не устраивает, нас что-то пугает, то при практиках осознанного сновидения человек может изменить свое сновидение, то есть свое видение, то, что он видит, и воссоздавать то, что ему нужно. В реальности происходит примерно то же самое, но здесь мы говорим о более высоком уровне осознанности. Опять же таки, если человек достаточно низковибрационный, то мои слова для него будут чуждыми, ему будет непонятно, то есть как я могу влиять на свою реальность и вот тут у нас как раз он возвращается к этой пятерке педакли, когда говорит, что нет, да, духовное есть, но это только тогда, когда я расклады слушаю, либо книжки читаю, а когда я сталкиваюсь с реальностью, то вот как будто духовность, она перестает существовать и существует исключительно материальный мир. А когда мы видим какие-то какие-то ситуации, да, когда человек действительно может воздействовать ментально тот же самый телекинез, либо влияние на какие-то предметы, то мы, как правило, это называем волшебством, иллюзией и, не знаю, колдовством и чем-то таким непонятным. Хотя это определенный доступ нашего сознания, да, чем больше мы развиваемся, чем больше мы стремимся и элементарно практикуем, тем больше вероятность того, что мы можем влиять на ту реальность, которая нам нужна. Но до этого, как говорится, мы должны дорасти. А дорасти мы можем не в контексте времени, да, как вот биологическое время идет и тело наше видоизменяется, как будто бы само по себе, а именно мы растем за счет того, что мы совершаем какие-то определенные действия. и возвращаясь к нашему вопросу и подытожу, чем страшны нам ошибки? Нам ошибки страшны тем, что мы чувствуем здесь одиночество, мы не чувствуем поддержку, мы чувствуем себя немощными, беспомощными, это в тот момент, когда мы совершаем какие-то ошибки. И мы, здесь, знаете, еще есть как будто бы такое ощущение некого неравенства, что я как будто бы вкладываю очень много, я прикладываю много усилий для того, чтобы что-то сделать, а я не получаю тот результат, который я хочу. И вот в этом есть какая-то несправедливость. То есть здесь определенная доля иллюзорности, да, она тоже присутствует. То есть здесь человек не совсем реалистично воспринимает вопрос ошибок. То есть что есть для него ошибка. То есть здесь как-то, но все равно какая-то детская позиция здесь проходит, он как маленький ребенок, я не получаю, когда ошибся, вместо того, чтобы как-то признать, сделать какой-то анализ и сделать определенные выводы, здесь человеку проще сказать, что да, я ошиблась, почему, и он объясняет себе это как-то не совсем зрело, что возможно в этой ситуации я ошиблась, почему, потому что, даже не признается иногда, а кажется, что я не получила желаемого результата, потому что, не знаю, человек мной пользовался, либо я вкладывала больше в этого человека, чем получала что-то взамен. То есть здесь суть в чем заключается, в том, как мы чисто субъективно оцениваем вопрос ошибки, но карты здесь показали, что оценка ошибки, потому что мы говорим субъективно, она не зрелая, она детская, и как правило по пажу кубков у нас проходят ошибки через детские травмы, то есть с одной стороны, плюс, как я люблю говорить, у всего есть две стороны медали, да, то, что я сказала по пятерке пендагля, с одной стороны, когда мы сталкиваемся с этой детской какой-то травмой, да, плюс в том, что мы можем это проработать, потому что мы можем посмотреть на это, и можем осознать это, а минус в том, что мы ничего для этого не делаем, да, просто продолжаем вести себя независимо от возраста, как маленькие незрелые людишки, так хочется почему-то сказать. Хорошо, следующий вопрос, учимся, если вы на своих ошибках, да, то есть учимся ли мы на своих ошибках, туда-то двину, потому что мне так удобнее, учимся ли мы на своих ошибках, давайте смотреть, королева пендаглей, учимся, я могу сказать, что да, то есть те, кто меня смотрит, в принципе, да, потому что не факт, есть люди, которые не учатся, и не на всех ошибках, но вот здесь королева пендаглей говорит о том, что да, мы учимся на своих ошибках через что? Через аркан силы, через преодоление своих каких-то страхов, то есть тогда обучение происходит только тогда, когда вы идете вот в эти страхи, то, что вы, то, чего вы боитесь, тогда вы учитесь, причем здесь королева пендаглей, она нам четко показала, чему мы учимся, мы учимся ценности, ценности себя, понимание себя, умение взаимодействовать с другими людьми через выстраивание границ, через осознание и понимание своей собственной ценности в этом мире, через понимание своей индивидуальности и уникальности, но здесь не в контексте эгоизма, а здесь в контексте того, что каждый человек, он несет, вот его уникальность неповторимость, как отпечаток пальца, она не случайна, он должен привносить что-то свое в этот мир, но он привносит это только тогда, когда он действительно понимает сам себя и остается самим собой, он не одевает никакие маски, он не играет в то, кем он не является, вот только тогда этот человек, будучи именно самим собой, понимая себя, он несет какую-то определенную пользу этому миру, когда мы одеваем маски и стараемся быть похожими на других, мы утрачиваем свою индивидуальность, и здесь задача как раз-таки понять вот эту свою индивидуальность, понять свою вот эту ценность через что, то есть найти в себе силу воли, здесь мы растем духовно, через что, через понимание своих собственных страхов, через то, что мы их укращаем, укращение льва, лев в данном случае, это олицетворение страхов и наших животных инстинктов, только вот в том случае, когда нам удается укоротить свои страхи и свои инстинкты, а мы это укращаем не в контексте контроля, а в контексте очень мягкого подхода, через понимание и осознание природы наших страхов и наших инстинктов, мы не боремся, здесь нету задачи бороться со своими страхами, а мы должны их просто понять, какую пользу они нанесут, каждый страх он не случайный, как правило, большинством слоем, где-то процентов 80, все страхи они иллюзорны, они не имеют под собой почву, а те страхи, которые действительно имеют вес, страхи связаны с инстинктом самосохранения, то есть когда ты идешь по черной улице и видишь, что на тебя тебе навстречу идет мужик с ножом, то ясное дело здесь не иллюзорный страх, а это инстинкт самосохранения, тебе надо либо бежать, либо если у тебя есть силы, надо будет сражаться, то есть что-то нужно будет делать. Во всех остальных моментах, случаях, страх общения, страх людей, страх завязать какие-то новые контакты, связи, где-то выступить, устроиться на работу и еще куча всего, это все придумано. Но это вот страхи эти придуманы, они не случайны, они имеют откуда-то свой источник. И как правило, этот источник, он либо в том, что когда-то с нами уже было, либо то, когда вот то, что я говорила в самом начале в контексте менталитета, либо это наносное, принесенное в контексте наших убеждений через воспитание нашего общества, либо воспитание в семье и куча всего разного влияния. То есть здесь страхи могут быть исходить из своего опыта личного, который когда-то вы прожили, вы даже можете его и не помнить. Либо это страхи у кого-то где-то услышали и переняли этот страх. Вот как правило, когда мы начинаем понимать причину вот этого страха, то есть откуда этот страх появился и что он хочет нам сказать. Вот в психотерапии есть упражнение, когда мы представляем страх, протягиваем руку вперед и на руке представляем свой страх в виде какого-то, я не знаю, существа, зверька, каждый у кого кто на что гораздо в своем воображении. И вот вы начинаете с этим страхом с тем, которым вы создали на своей руке, вы начинаете с ним разговаривать и начинаете узнавать, что он нам хочет сказать, от чего он нас оберегает. Как правило, наши страхи это защитный механизм. Мы чего-то боимся и этот страх он нас защищает. И здесь уже изначально была подсказка по пажу кубков есть какие-то детские травмы в контексте чего? Травмы разные могут быть именно эмоции, причинение какой-то боли, именно эмоциональной. То есть нам не нравятся какие-то переживания, мы их стараемся избежать и мы боимся. Допустим, нас кто-то обидел, обида, здесь может быть обида, здесь может быть какая-то горечь, опять же таки нереализованные наши какие-то ожидания. Все, что у нас вызывает неприятные переживания, состояния, мы это стараемся избежать. и поэтому здесь задача отвечая на вопрос, учитесь ли вы на своих ошибках только в том случае, когда вы преодолеваете себя, преодолеваете свои вот эти вот инстинкты, понимаете свои страхи, сможете с ними совладать не насильно, не борясь, а именно через понимание, через любовь, через то, что мы проливаем на них свет. тогда мы становимся сильнее, мы становимся более увереннее в себе, особенно когда мы преодолеваем какой-то страх, как правило это блок, этот блок он распадается, да, как некий тромб в крови, когда на него влияешь, он не рассасывается, а ломается на маленькие кусочки и выводится, вот здесь примерно вот этот тромб это сгусток нашей энергии, когда мы начинаем на этот страх влиять, этот сгусток он что делает, он начинает разливаться, то есть он ломается как будто бы на маленькие кусочки, да, этот блок и он начинает разливаться по всему, если мы еще что-то помогаем, да, через упражнение и практики, растягиваем его, разливаем, не знаю, вы называете как хотите, по всему телу, то есть это условно говоря, это дополнительный наш энергетический потенциал, который мы можем растянуть по всему своему телу и у нас будет прилив энергии ровно столько, сколько эта энергия была вот в этом сгустке и чем больше вот таких сгустков мы себе в кавычках разрушаем, да, тем сильнее мы становимся, потому что у нас есть прилив энергии, именно поэтому преодолевая какой-то страх, если вы в физическом мире обращаете на это внимание, то есть вы идете и делаете то, что вам страшно, после этого появляется такое, знаете, чувство удовлетворения и наполненности энергии, и вы чувствуете себя как будто бы на коне, как по шестерке жезла, да, я удовлетворен, я прям молодец, у меня получилось, у вас появляется радость, что значит радость, это энергия, это дополнительная энергия, которая не берется из ниоткуда, это вот эти вот сгустки энергии, которые вы сами в себе разблокировали, и чем больше этого, королева пентакли, тем больше у вас появляется ценность к себе, то есть вы понимаете себя, начинаете себя оценить и уважать через то, что вы преодолели что-то, то, чего вы боялись, только вот в этом случае мы можем сказать, что вы учитесь на своих ошибках, если вы не преодолеваете, если вы ничего не делаете, если вы не разбираетесь в причине своего страха, чего он вас защищает, что он вам хочет сказать, какая функция у вашего страха, вот я обозначила три вопроса, кто слушает расклады подконспектируя, вот почаще законспектируйте эти вопросы, почаще их себе задавайте, и вы посмотрите, как ваше восприятие страхов, оно будет постепенно, постепенно меняться. Дальше, третий вопрос, все ли нас ошибки учат? Тоже очень интересный вопрос, все ли ошибки нас учат? Пятерка Жезлов, Аркан Влюбленный, скорее всего, нас учат те ошибки, те поступки, которые помогают нам выбрать вот по пятерке Жезлов, это какая-то внутренняя борьба, внутренняя борьба от противоречий, да, то есть каждый Жезл, это некое такое убеждение, это некая такая мысль, и здесь идет вот, как бы так сказать, борьба наших внутренних мыслей, здесь не сомнение, потому что сомнение это два, да, то есть со-мнение, твое мнение и еще чье-то мнение, внутри нас, когда появляется сомнение, у нас появляется как будто бы две ветки развития, да, одна говорит одно, другая говорит другое, здесь несколько мыслей, они могут быть достаточно противоречивые, и какие ошибки нас могут учить, тогда те ошибки, скорее всего, которые помогают нам прояснить что-то, да, вот, которые помогают нам выбрать какую-то одну определенную модель поведения, да, то есть когда нету вот этого вот раздрая, когда есть внутренняя гармония и баланс, то есть мы учимся у тех ошибок, которые помогают нам в чем-то определиться, то есть которые дают в конечном итоге результат гармонии и баланса, когда вот нам знаете, на душе после содеянного, да, становится хорошо, вот все ошибки нас учат, то есть когда мы прошли какие-то трудности, сложности, да, когда мы что-то отвоевывали, когда мы за что-то бороли, что-то отстаивали, и мы получили какой-то результат, и этот результат, он в душе нас, по аркану влюбленных, как-то успокаивает нам хорошо, у нас появляется вот какая-то гармония внутренняя, да, красота, когда вот эта вот борьба приводит к некому такому принятию, когда мы принимаем ситуацию, когда есть некое единство, вот когда мы по факту ощущаем вот это единение внутри себя, тогда можно сказать, что вот эта вот ошибка, она нас чему-то научила, еще раз скажу, например, ну опять же таки это состояние, знаете, оно же не просто так принятие приходит, это когда мы принимаем в себе то, что где-то в чем-то нам не соответствует, ну например, допустим, у вас есть какие-то отношения, вы были с человеком, в конечном итоге, я не буду говорить, что вы поссорились, а вы пришли к выводу того, что ну вот каждый дал друг другу то, что мог и пришло время, чтобы наши дороги расстались, даже без конфликта, без каких-либо ссор, просто люди понимают, что нам уже не по пути, это не обязательно любовные, это может быть дружеские какие-то, то есть например, вместе росли, а потом поступили в разные вузы, и дороги у людей расходятся. Здесь вопрос вот опять же таки является ли ошибкой то, что человек например выбрал себе в друзья кого-то, а в какой-то период времени ваши дороги расстались, и человек не пошел вместе с вами, кто-то может, опять же как пример самый такой легкий, кто-то может сказать, что вот здесь возможно я ошибся в друге, то есть если бы это был друг со мной, он бы всегда был со мной, и мы бы никуда не расстались. И вот в контексте того, что здесь, какие ошибки нас учат, вот если вот это противоречие, о котором я здесь говорила, что если ты друг, ты будешь со мной до конца, либо если ты друг, ты должен меня поддерживать, и вот всевозможные вот эти установки, если их пересмотреть и понять и осознать, что это лишь субъективное какое-то восприятие, у другого человека свое какое-то мнение, и если вот эти мнения между собой, они как-то противоречат, то человеку, будучи, преодолевая страхи, а страхи мы преодолеваем тогда, когда у нас есть определенный уровень осознанности, то есть для того, чтобы что-то преодолеть, нам нужно на это посмотреть по-другому, взглянуть, а для этого нужна осознанность, то есть человек неосознанно, он вообще не будет заморачиваться на этот счет, когда вот вы заморочитесь и посмотрите, что окей, есть моя точка зрения, есть другая точка зрения, а есть реальность некая такая, и когда вот эти вот все моменты сопоставим, мы понимаем, что окей, опять же таки, для тех, кто верит в контексте развития души, когда наша душа воплощается в это воплощение, изначально уже прописан некий такой договор того, что мы будем изучать в этом воплощении, это не детально, это, я бы сказала, так, некий такой вектор, да, в чем нужно развиваться, например, в этом воплощении я хочу понять, что такое жадность, говорит душа, к примеру, и все, что связано с этим понятием, да, с этим абстрактным понятием, в плюс или в минус человеку, важно понять, но он один в этом мире, не может понять, ему нужны зеркала, и для этого приходит в это воплощение его товарищи, в кавычках, так скажем, другие души, которые берут на себя обязанность проиграть разные роли, одна категория людей будет дружеская, другая будет враждебная, а третья будет нейтральная, опять же таки, почему душа выбирает быть вам врагом, да, потому что ей, например, нужно тоже что-то свое прожить в этом воплощении, и если ее какие-то цели и ваши цели так или иначе каким-то образом соприкасаются, да, то вы вместе будете проходить урок. С точки зрения осознанности, если смотреть, да, на ошибки, мы часто говорим о том, что человек меня предал, в физическом плане на низких вибрациях мы можем такое сказать, да, человек меня предал, он совершил какой-то поступок, ну, элементарно, мы попросили, рассказали ему какой-то секрет и сказали, чтобы человек никому не говорил, он по каким-то своим соображениям, сейчас не будем разбирать, почему, ваш секрет рассказал, вы оказались в неприятной ситуации, допустим, да, где вас все высмеивают, потому что узнали, условно говоря, вашу какую-то слабость, тот секрет, который вы рассказали, в данном случае мы можем сказать, да, что этот человек нас предал, но это чисто субъективное, и это на тот момент, если смотреть, опять же таки, с точки зрения человека, если смотреть с точки зрения души, то эта ситуация, да, она должна была нас чему-то научить, как мы говорим, как человек субъективно, мы говорим, я ошибся, да, мне не надо было рассказывать свой секрет, либо, ну, так правило, редко кто говорит, обычно мы говорим, он сволочь, да, я ему рассказала, а он пошел вот там, и просплетничал, да, всем рассказал, и он негодяй, он не хороший человек, а я хороший, является ли ошибкой то, что вы сказали, то есть, что здесь человек должен был сделать, как вывод, вот, в такой ситуации, с точки зрения души, здесь, здесь у каждого своя роль, да, допустим, у человека, который вас предал, в кавычках, у него там своя какая-то задача, своя была какая-то роль, которую он сыграл, возможно, для вашей души нужен был вот этот вот помощник, да, инсценировать вот эту вот ситуацию предательства, для того, чтобы вы сделали какие-то свои выводы, выводы могут быть абсолютно разные, здесь не то, чтобы надо доверять человеку, не надо, надо держать язык за зубами, не надо, возможно, то, что мы в тот момент воспринимаем, как что-то негативное, что человек пошел и рассказал какие-то наши слабости другим людям, возможно, здесь даже как подсказка была о том, что вот смотри, это не так страшно, да, они посмеялись, но ты сделай из этого урок, то есть разверни вот эту вот свою слабость и сделай ее сильной стороной, да, начни ее развивать, и тогда она не будет своей слабостью, то есть любая задача, она настолько многогранная, что как-то вот в одном варианте ее читать, это вот не совсем верно, и здесь к чему возвращаясь, да, то есть все ли ошибки нас учат, нас учат те ошибки, которые помогают нам понять, что такое выбор, потому что вот в этой колоде, да, мы видим мужчину и двух женщин, одна, значит, обнажена, другая одета и купидона, смысл здесь две стороны одной медали, да, светлая сторона и темная, вот это вот дуальность, да, добра и зла в том мире, в котором мы живем, но, если мы посмотрим на этого персонажа, он не смотрит ни на одну женщину, ни на другую, а он смотрит куда-то на небо, почему, потому что здесь смысл в чем, я не хочу брать никакой ответственности, я не хочу ничего выбирать, да, то есть здесь есть какие-то внешние силы, которые заставляют человека принять какое-то решение, либо в одну сторону, любовь в другой, а он вообще не готов, ему не нужно ни то и ни другое, то есть на каких ошибках, исходя из этого, то есть все ли ошибки нас учат, только те ошибки, которые способствуют тому, чтобы мы брали ответственность за свои деяния, и в данном случае ответственность за свой выбор, то есть чтобы человек осознал, что то, что я выбираю, это действительно мой выбор, а если я его выбор, то я несу ответственность за те последствия, которые будут сопутствовать этому выбору. Этот аркан, он на самом деле очень глубокий, в классике, да, мы видели там Адаму и Еву и выражение изгнания, я бы сказала, что это не изгнание из адепского рая, а благословение на познание себя в мире дуальности, да, там архангел, по-моему, Рафаил, если я не ошибаюсь, благословляет, хотя есть трактовка того, что это изгнание из рая, я бы так не сказала, но смысл здесь заключается, что в классике, что тут, да, человек должен познать дуальность мира, а здесь он не хочет, почему, потому что, не потому что ему не интересен дуальный мир, а потому что нужно нести ответственность, в дуальном мире ты все равно скатываешься либо в один полюс, либо в другой полюс, у каждого полюса свои какие-то последствия, а здесь человек не хочет, но есть внешние силы, в данном случае, как Копидон, который заставляет человека принять выбор, здесь получается не только дуальность, да, в контексте выбора, а есть еще и третья сила, которая влияет, то есть здесь три силы получается, которые влияют на человека для того, чтобы он совершил какой-то выбор, а человек не хочет, поэтому, какие ошибки нас учат, опять-таки подведу итог и скажу, все ли ошибки нас учат, нет, не все ошибки, а только те ошибки, за которые мы берем ответственность, которые мы осознаем, но осознаем, но осознаем мы их просто после того, как у нас вот происходит какое-то внутреннее, внутреннее какое-то несогласие, противоречие, и наша задача привести это все к общему знаменателю, но вот для этого как раз-таки и нужна осознанность, да, и свобода выбора, то есть те ошибки, в которых мы понимаем, так скажем, да, проще говоря, не хочу сказать свою вину, а понимаем вот свою какую-то позицию, именно понимаем, то есть когда есть понятие, когда мы понимаем, что мы сделали, то есть мы это осознаем, это понимание, оно и соответствует как раз-таки уровню осознанности и принятию, когда мы осознаем и принимаем, вот тогда, да, мы учимся, а когда у нас нету осознания содеянного, и когда у нас нету принятия, то есть знаете, иногда так говорят, особенно маленьким детям, когда что-то они нашкодничали, да, там, например, один ребенок, маленький, ударил другого. Ну, боролись, дети отстаивают, то есть инстинкт альфа-самца. У нас заложен животный, да, в природе, самый сильный побеждает, и самый сильный всегда получает все самое лучшее. Обычно мама что говорит? Иди извинись, да, попроси прощения. А ребенок не хочет, почему? Ну, потому что он не осознает, он считает, что он прав. То есть я хотела это взять, да, я возьму, я возьму это силой. Вот, я могу тебя ударить в песочнице лопаткой, да, другого ребенка, и забрать у него это ведерко. Почему? Потому что я его хочу, а если я хочу, я это забираю. Это чисто животный такой инстинкт, потому что детей нет еще в осознанности. И является ли в этот момент осознание, понимание своей ошибки, что так поступать нельзя? Нет. Что делать мама? Она приходит и говорит, иди извинись, скажи, я извиняюсь, да, попроси прощения. Вот, вот это вот мама. Иди, говорит ребенку, попроси прощения. Извинись. Ребенок извиняется, потому что есть внешняя сила, да, влияние. Но при этом он не осознает. Сделал ли он вывод из содеянного, явилась ли вот эта вот ошибка для него уроком? Нет. Потому что он ее не понял, он ее не принял, и он ее не осознал. Поэтому не все ошибки нас учат. И последний вопрос. А умеем ли мы замечать ошибки? Вот мне кажется, я такой отодвину. Интересный тоже вопрос. Умеем ли мы замечать свои ошибки? Потому что иногда люди не видят. И это, мне кажется, вполне нормально, потому что мы смотрим на мир из, как это сказать, из себя. То есть мы являемся центром, мы являемся Солнцем, и все планеты вращаются вокруг нас. Вот когда мы, можем ли мы понять, да, что мы просто какая-то планета, да, в данном случае Солнце? Только тогда, когда мы посмотрим на себя со стороны. То есть понять, что такое Солнце, находясь на Солнце, мы не можем. Мы должны прилететь на Землю и посмотреть на небо. И тогда мы поймем, что вот Солнце с точки зрения Земли, оно вот такое. А потом, когда мы полетим, например, на Меркурий, который ближе, да, к Солнцу, и посмотрим, там будет другая температура, по-другому будет выглядеть Солнце. То есть все зависит от того, с какой точки мы смотрим на наше Солнце. Поэтому пока мы варимся, находимся на своем Солнце, да, пока мы варимся в какой-то ситуации, нам очень сложно посмотреть на ту ситуацию, как на ошибку. То есть пока мы ходим по некому такому лабиринту, мы не видим выход. Для того, чтобы увидеть выход из лабиринта, нам нужно стать птицей, подняться наверх и увидеть выход. Поэтому выражение, да, то есть решение задачи никогда не находится на том уровне, на каком уровне была создана эта задача, да, то есть проблема. Надо подняться на уровень выше. Поэтому, чтобы заметить какую-то ошибку, мы должны подняться на уровень выше. То есть здесь либо через осознание, либо через то, что мы должны посмотреть, выйти из себя и посмотреть со стороны на всю эту ситуацию, да, диссоциативно. Не изнутри, а на расстоянии. Кстати, очень интересная практика. Делаю такое отклонение. Попробуйте посмотреть на себя с точки зрения любых предметов, которые вас окружают. Ну вот, допустим, в данном случае, да, у меня есть коробка от колоды, у меня есть это, как его, как называется, лампа, да, для свеч, запахов и так далее. У меня есть мышка и разные предметы. Ну и как минимум мои руки. Вот попробуйте стать, например, да, мышкой. Вот если бы вы были мышкой, войти в эту мышку ментально и посмотреть на себя, как бы вы выглядели. Например, идете по улице, да, и у вас под ногами мураш. Попробуйте стать этим мурашом и посмотреть на себя, насколько со стороны, насколько вы будете гигантом для этого мураша. И здесь вопрос не только в размерах, а возможно, если вы будете смотреть глазами мураша, у каждого предмета, да, допустим, если это живое какое-то существо, там, животное, птица и так далее, у каждого у них свое какое-то зрение. Каждый смотрит по-своему. У кого-то плохое зрение, но у него хороший слух, и он через слуховые органы, да, воссоздает образ предметов. У кого-то очень хорошее и четкое зрение, у кого-то зрение такое, что один глаз хорошо видит, другой как-то там по-другому видит. То есть у всего есть свое какое-то восприятие. Вот попробуйте через все предметы, которые вас окружают, выберите для себя, если не все, то два-три. Попробуйте войти в них и посмотреть на себя. Вот этот вот навык умения смотреть на себя со стороны, он как раз-таки в контексте того, что я сейчас буду смотреть, умеете ли вы замечать свои ошибки, он научит вас смотреть на себя со стороны, отслеживать, что не так. Да вы даже сами можете на себя посмотреть со стороны, просто представив, что вы являетесь вашим двойником, вот вы вышли из себя ментально, через воображение и смотрите на себя. То есть допустим, если бы кому так сложно, представьте, что вы подходите к зеркалу и вы становитесь зеркалом. Вы входите в это зеркало и смотрите на себя, как человека, который смотрится в зеркало. Это очень интересная практика, она помогает расширять ваше сознание. И в данном случае умеете ли вы замечать свои ошибки? Через эту практику вы сможете замечать свои какие-то недостатки, либо наоборот достоинства со стороны. То есть смотреть на себя со стороны, не изнутри и не извне, а предметами, да, то есть другими вещами, другими людьми, другими предметами. Итак, смотрим. Умеете ли вы замечать свои ошибки? Только в том случае, Аркан суда говорит, да, только в том случае, когда вы перерождаетесь, только в том случае, когда вы делаете переоценку своих ценностей. То есть вот то, что я сказала, когда вы смотрите на себя, когда вы смотрите на себя под другим углом. Приведу пример тоже, чтобы вам было понятно, кто не совсем понимает, что значит под другим углом. Вот представьте какую-то ситуацию у вас в детстве, когда вы, не знаю, ну накуралесили что-то, я не знаю, разбили какую-то дорогую вазу. И мама вас ругает. Будучи ребенком, у вас как раз-таки есть воспоминания. Хотя не факт, что они истинные. Ну, это психология, потому что есть подмена, мозг может создавать подмену воспоминания. Если, условно говоря, вы вспоминаете себя в теле этого маленького ребенка и вспоминаете тот момент, когда вы разбиваете вазу. И мама на вас кричит. Вы видите себя маленького, как будто бы поднимаете голову наверх, потому что мама выше вас. И она ругает. Вам неприятно, вы плачете. Это один вариант ситуации. Если вы выйдете из себя и встанете в момент, ну, то есть войдете в маму и посмотрите на ситуацию глазами мамы, что видит мама. Боже, дорогущая ваза, я работала целый месяц для того, чтобы ее купить. Я ее купила. Я не успела ее порадоваться. Ребенок взял и разбил. Мама накричала на ребенка. Почему? Потому что она понимает, что целый месяц работы пошел коту под хвост. Ребенок невнимательный. Ей надо было на ком-то сорваться. Она, конечно же, потом пожалеет, но в тот момент она срывается на ребенке. Это ситуация мамы. То есть у мамы в этой ситуации свои какие-то мотивы. У ребенка свои какие-то мотивы. То ли он специально сбросил, ну, поиграл, может быть, задел случайно. Не знаю. Разные мотивы. И мы видим, что у мотива ребенка и мотив мамы они могут не совпадать. Есть третий вариант. Как будто бы, вот если вы были там, я не знаю, бабушкой, дедушкой, братом, либо учителем, либо еще кем-то, третьим лицом, и посмотрели бы на эту ситуацию, и увидели бы маленького ребенка, который, ну, просто игрался и, скажем так, случайно разбил эту вазу. И мы посмотрим на маму, которая как дико орет на этого ребенка, просто потому, что он какую-то тупую вазу разбил. У нас будет свое восприятие. То есть мы видим как будто бы одну ситуацию, да, но под разными углами. Все зависит от того, кто играет в эту ситуацию. В какой роли, под какой маской, под какой личиной я нахожусь в данном случае. Под личиной ребенка, под личиной мамы, либо под личиной наблюдателя, учителя. Мы можем там добавить еще разных характеров, и каждый будет смотреть по-своему. Если у этой ситуации истина, нет, потому что ситуация, как правило, да, это факт. Есть база, которая разбита. Все, это факт, и это реальность. Все остальное, это субъективное восприятие, в зависимости от того, кто смотрит на эту ситуацию, под какой личиной, кто является каким героем вот в этой ситуации. Здесь в контексте умеете ли вы замечать свои ошибки? Только тогда, когда идет перерождение. Что значит перерождение? В аркане суда мы видим три персонажа. Мы видим мужчину, женщину и маленького ребенка. То есть наша бессознательная в виде женщины, наша сознательная, разумная в виде мужчины и ребенок. Это то, что новое должно родиться при слиянии нашего бессознательного и сознательного. Ну и здесь, в данном случае, да, здесь изображен Христос, как некая такая высшая сила, да, чистая. Поэтому мы видим его лицо, да, корона, венец и видим барашка. Христа очень часто изображают как барана, как ягненка, да, не барана, а ягненок, потому что маленький барашек, как ягненок. Ну, там тоже своя символика, почему так. Вот. И руки, да, руки, условно говоря, творца и ягненка. То есть здесь смысл какой? Только тогда, когда мы переоценим что-то, да, когда мы увидим наше бессознательное, то, что мы не видим, слепые пятна, и наше сознательное, то, что мы видим и осознаем, когда они соединяются, у нас происходит некий такой инсайд, и рождается что-то новое, да, новый ребенок. То есть когда мы посмотрим, условно говоря, опять же, нашего примера, на ситуацию через тело, например, там, я не знаю, здесь вот мама, здесь ребенок, да, а здесь какой-то наблюдатель. Но когда мы на ситуацию смотрим с разных позиций, у нас получается разное отношение. Кстати, это практика, да, пересмотра, но в контексте ролевой игры она помогает прорабатывать очень много детских травм, потому что травмы, с которыми мы сталкиваемся, да, мы все время помним с позиции ребенка. Но это не всегда, как вам сказать, это не всегда истина, да, почему, опять же таки, потому что ребенок не может, условно говоря, понять, почему его мама ругает и ему кажется, что его не любит, потому что он рассматривает ситуацию через призму, ну вот субъективную, да, маленького ребенка. Но если он посмотрит на ситуацию через призму мамы, например, там ребенок сидит и говорит, мне не хватает любви, мама мне не уделяет внимания, приведу более такой конкретный пример из своего детства, очень помню, я все время чувствовала себя как-то вот, я не знаю, брошенной что ли, что мне много внимания родители не уделяли. И я помню все свое детство, да, что я рисовала в то время вот в Союзе в бывшем были разукрашки. Я себя развлекала вот этими разукрашками. У меня было долгое время обида на своих родителей, что вот они мне внимания не уделяют, и я никому не нужна, и так далее, и так далее. Когда эту ситуацию пересмотрели через беседу как раз-таки со своими родителями, что мне мама сказала, да, у меня мама была, работала в больнице старшей медсестрой, вот, одно время в реанимации, потом в хирургической. И у нее получалось так, что она, как старшая медсестра, она отрабатывала свою смену, да, а потом в ночь, когда она должна была уходить с работы, бывало так, что какая-нибудь медсестра заболела, не вышла, вот, и, ну, мама брала дежурство, потому что, ну, не могла оставить свой пост без человека. А на следующее утро, да, она заступала уже в свой пост. И получается так, что человек, допустим, там, двое суток не спал. Ясное дело, когда она приходит, да, единственное, что успевала она, насколько я помню, это вот сготовить, и потом она спала. Я все свое детство помню, что моя мама очень много спала. Мне казалось, что меня не любят, понимаете, потому что я, как ребенок, смотрела, как недостаток, например, внимания. С точки зрения мамы, потом уже, когда я тоже повзрослела, я понимаю, что такое, знаете, физическая усталость, когда ты приходишь, и внук нет, да, вы тоже это знаете, и хочется поспать, а тут тебе еще нужно внимание ребенку уделить, что ты делаешь. Даешь ему какую-то игрушку, какое-то вот увлечение, чтобы какое-то время посидел, ты хоть отдохнул немножко физически. То есть, мамы со своей позиции, да, понятно, почему она так поступает. Ребенок понимает со своей позиции, кто из них прав, а кто виноват. Никто не прав, и никто не виноват. Здесь чисто субъективный взгляд. Ясное дело, что мама не может уделить внимание, потому что она устала. С другой стороны, можно сказать, почему она так много работает, но в наше время, когда потребности растут, и все достаточно дорого, бывают семьи, да, когда только мама работает, и она должна обеспечить ребенка, да, здесь вопрос выживания стоит. Но она не может себе позволить не работать, да, потому что есть какие-то потребности, и как минимум, базовые потребности ребенка на одежду, там, еду, и детский сад, условно говоря, они должны быть покрыты. Для этого нужно работать. То есть, мама с точки зрения ответственности, вот здесь, да, она выполняет то, что она может, но она в этот момент, она не может дать столько любви и внимания ребенку, да, сколько ей хотелось бы. Я не говорю о каких-то, сейчас, из ряда вон выходящих, да, ситуация, где есть насилие, и все такое. Нет, я не говорю про это, я говорю про обычную семью. С другой стороны, ребенок не понимает, что такое ответственность. Единственное, что ему нужно, это внимание, да, это внимание, это любовь, это ласка, и так далее, и так далее. Вот. И вот эти вот травмы, да, когда они, как правило, возникают, когда мы смотрим со своей позиции. И в психотерапии есть такое, вот именно, когда мы входим в позиции там своего родителя и смотрим на ситуацию именно глазами нашего родителя либо другого человека. И это дает, что дает эта практика? Она расширяет наше сознание, мы смотрим на ситуацию по-другому, и здесь не то, чтобы мы как-то объясняем себе, да, почему родитель поступил так или иначе. мы скорее всего вот это вот расширение, да, когда мы не смотрим чисто субъективно, а стараемся смотреть на ситуацию объективно, оно убирает какую-то ценность и значимость завышенную в нашей жизни, да, вот этот вот градус важности себя как ребенка убирается, и проблема, как правило, ну она сходит на нет, то есть эта травма проходит. Я не могу вам сейчас объяснить, потому что, ну все индивидуально, но смысл заключается в этом. Поэтому возвращаясь к раскладу, умеете ли вы замечать свои ошибки? Да, только в том случае, когда идет, вот опять же таки, перерождение в нашем сознании, да, когда мы пересматриваем свою позицию, позицию оппонента либо других задействующих лиц, то есть по-другому смотрим, когда мы, как птица, поднимаемся над лабиринтом и смотрим сверху для того, чтобы найти выход. Потому что в любой ситуации не важно, кто прав и виноват, да, как говорится в выражении. Важно, чтобы ты был, ты хочешь быть счастливым, значит ты никогда не будешь правым. Ну условно говоря, почему? Потому что когда ты начинаешь взаимодействовать с другими людьми, ты понимаешь, что где-то ты будешь неправ, и где-то будут они неправы. Если ты хочешь быть счастлив, да, ты все равно как-то уйдешь на уступки. Вот здесь, вот в этом контексте я хочу сказать смысл. Еще смотрим дальше. Умеете ли вы замечать свои ошибки? Еще раз скажу, этот расклад больше он такой психологический для того, чтобы вы подумали. Не для того, чтобы расклад отыгрался кому-то, да, потому что может показаться, что я слишком много отклонений делаю. Моя задача показать ситуацию под другим углом, возможно, под которым вы ранее не задумывались. То есть расклад этот, как я и сказала в самом начале, он на подумать, он не на то, чтобы примерить на себя, насколько он отыгрывается или нет. Умеете ли вы замечать свои ошибки? Паш Педакли говорит, что вы находитесь только в начальном пути, да, Паши всегда это начало, что вы ученик, вы только учитесь, да, я еще не мастер, я только учусь. Умеете ли вы замечать? Здесь, опять-таки, да, начальный какой-то этап обучения, но не этап обучения замечать ошибки, а этап научения быть все время с золотой середины. Аркан умеренности у нас указывает на умеренность, это одна из благодетель. Умеренность, золотая середина, да, то есть умение аркан влюбленных не скатываться в одну позицию, да, там добра и зла, да, белого и черного, а умение находить золотую середину, потому что вопрос ошибок здесь, как это объяснить там, здесь задача не в том, чтобы не ошибаться совсем, а здесь вопрос, чтобы не закатываться в одну сторону либо в другую сторону, знаете, как этот, акробаты, или как их называются, те, которые по веревке ходят, не помню, канатаходцы, да, у них есть вот этот жезл, их большая палка, не знаю, может она как-то особо называется, вот, который они балансируют, то есть здесь и благодаря этому они держат равновесие, да, не заваливают в одну сторону или в другую, то есть здесь задача ваша не столько смотреть на ошибки, является ли это ошибкой или нет, сколько научиться балансировать, и аркан умеренности нам говорит о балансе наших эмоций в данном случае, то есть во всех ошибках либо ситуациях, не знаю, задачах, называйте это как хотите, акцент не на результат, а акцент на то, чтобы для того, чтобы скорее оценить ситуацию объективно, нужно находиться в золотой середине касательно своих эмоций, то есть чтобы вас не заваливала наоборот в радость, а я какой молодец, у меня все получается, потому что это выплеск энергии, и другая противоположность, тоже выплеск энергии, только уже в негативном контексте, который нас опустошает очень сильно, это негативные эмоции, я никчемная, у меня не получилось, я там, либо наоборот страхи, страхи, сомнения, неуверенность, вот какие-то такие моменты, здесь задача не в том, чтобы не ошибаться, а скорее всего изменить восприятие своих собственных ошибок, здесь аркан умеренности про это говорит, через то, чтобы уравновесить свои эмоции, не слишком радоваться, не слишком огорчаться, то есть когда что-то получается, да, вы можете сделать выводы и сказать, да, молодец, окей, я буду понимать, да, что вот делая раз, два, три, четыре, пять, ты получаешь вот такой результат, похвалить можно себя, безусловно, можно себе даже поощрение сделать какое-то, но это не значит, что вы должны там прыгать, скакать, радоваться очень сильно, почему, потому что сила равновесия потом для выравнивания баланса вас выброшат в противоположную направленность, и вы будете раскачиваться на этих эмоциональных качелях, то есть аркан умеренности говорит, всегда нужно придерживаться золотой середины, это не говорит о том, что опять же таки люди неправильно воспринимают, что если я нахожусь вот в золотой середине, то я вообще не проживаю никакие эмоции, нет, здесь не об этом, здесь речь о том, что мы можем проживать эмоции, но проживать их нужно осознанно, то есть понимая, что если мы будем очень ярко выражать свои эмоции, то силы выравнивания, они так или иначе, для того, чтобы был баланс, они так же ярко будут показывать нам и противоположную сторону медали, вот чтобы нас не раскачивало на эмоциях, мы их можем проживать внутри себя, да, знаете как, фоново, не включаясь очень сильно, потому что, что одна сила плюс, что сила в минус, и та, и другая, она забирает у нас очень много энергии, и когда мы находимся в золотой середине, то по сути, мы все время находимся в аркане силы, то есть мы сильны, человек сильный духом, это тот человек, которого есть самообладание, то есть это человек, который умеет управлять собой, даже на так, глядя на такого человека, да, у каждого из вас, наверное, как-то так или иначе сталкивался, пускай не физически, но виртуально, с людьми, у которых есть самообладание, да, то есть, допустим, это какой-то человек, которого там оскорбляет, унижает, и он не обижается, почему? Потому что у него есть свое восприятие мира, проработанное, осознанное, это человек достаточно сдержанный, но не подавленный, то есть, смотрите, мы иногда путаем вещи, одно дело, когда мы подавляем эмоции, а другое дело, когда мы управляем этими эмоциями, мы понимаем, что сейчас то, что я буду это чувствовать, оно мне ни к чему, оно ничего хорошего не привезет, и поменять эту эмоцию на что-то такое позитивное, то, что действительно будет во благо этому человеку, и вот это вот как раз-таки и есть аркан суда, такой достаточно серьезный аркан, на самом деле, аркан суда, он выпадает не случайно в раскладах, это тот аркан, который указывает на то, что наша жизнь делится на до и после. Такие моменты, знаете, бывают, когда что-то серьезное, действительно кардинальное вмешивается в нашу жизнь, и она делит нашу жизнь на те моменты, какие были, во-первых, они указывают, аркан суда указывают на завершение большого какого-то цикла, например, когда ребенок был под крылом своих родителей, а потом он просто едет в другой город, поступает в университет, институт, не знаю, какое-то учебное заведение и возвращается, например, через год, через два, на малую родину, как принято говорить у нас в Греции, домой к себе, и мама видит, что ребенок изменился, его жизнь разделилась на до и после, не просто потому, что он раньше жил дома, а теперь он живет в общежитии, либо в каком-нибудь другом доме, просто это стал другой человек, он кардинально поменялся, потому что его жизнь изменилась, вот у Аркан Суда он указывает как раз-таки на тот момент, когда человек здесь кардинально меняется, но не путем внешнего какого-то вмешательства, а путем осознанности, да, то есть, когда человек понимает, человек, который скатывался на дно, совершал ошибки, там, я не знаю, вел разгульный образ жизни и что-то в какой-то момент через беседу с каким-то человеком получил некое такое послание, сел, осмыслил и понял, что он прожигает свою жизнь зря, и он начинает, встает, как говорится, одним утром, не знаю, почему во всех этих историях именно утро, а не ночь, он просыпается, скорее всего, как символизм, да, возрождение, либо начало чего-то нового, восход, да, он просыпается одним утром и понимает, что так, как я жил раньше, я не хочу, я хочу по-другому, и с этого момента начинает меняться его жизнь, поэтому аркан суда, это рождение, да, нашего перерождения в нашем сознании, это очень серьезный аркан, на самом деле. Вот такой был расклад, я даже не знаю, насколько я здесь наговорила, вполне возможно, что на час, вот, но опять же-таки повторюсь в завершение, что расклад на подумать, расклад не на то, чтобы примерить, либо понять конкретно в моем случае, почему я совершаю ошибки, вы можете самостоятельно, вопросы есть, я могу вам их озвучить, если хотите, у кого есть дневник раскладов, вы можете там посмотреть последний расклад, вопросы следующие, чем страшны нам ошибки, то есть, почему мы их боимся, учимся ли мы на своих ошибках, все ли ошибки нас учат, и умеем ли мы замечать ошибки, вот вы можете просто выписать себе эти вопросы, сесть и подумать, проанализировать, поверьте, вы очень многое о себе узнаете, и это будет действительно полезно, даже не смотря на расклад. На этом все, я прощаюсь с вами, напоминаю, что в разделе сообщества, в последнем анонсе, есть информация о Блиц-консультации, кому интересно, приходите, там есть контакты, на мою электронную почту и на Телеграм, вот написать мне личное сообщение, я предпочитаю, чтобы вы мне писали в Телеграм, я его вижу, почту я как-то, ну не очень-то использую, но я все равно в эти дни стараюсь заглядывать, то есть могу с задержкой ответить, но если вы хотите, чтобы сразу я вас увидела, то вот пишите лучше в Телеграм. Хочу пожелать вам всем приятных теплых выходных, до понедельника. Благодарю вас всех за внимание, за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что вы остаете со мной, верные, преданные, сами себе, вместе со мной развиваетесь, изучаете себя, познаете что-то новое. Я вас всех обнимаю, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok